Я уже делал выпуск о том, в каких странах искать самых красивых девушек, но не объезжать же все страны вдоль и поперек в их поисках. Поэтому в этот раз я решил сделать выпуск про города, где сосредоточено больше всего красавиц. В этом выпуске мы узнаем, почему столицу Аргентины называют Парижем Латинской Америки, какие наши соотечественницы покорили мир своей красотой и талантом, в каких странах делают больше всего пластических операций, и почему нет смысла спорить о том, кто красивее, русские девушки или украинские. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Помимо того, что это город ярких карнавалов, это еще и город красивых девушек. Население в этом городе самое разное. Не только местное, но и европейское, и африканское, что поспособствовало созданию необычайной красоты на генетическом уровне. Девушки из Рио обладают загорелой кожей светло-шоколадного оттенка, а так как в Рио жарко-круглый год, самой любимой одеждой здесь являются купальники, в которых они часто ходят. Тем более, что пляжей здесь тоже достаточно. Бразилия – страна, в которой обожают футбол, и девушки – не исключение. Многие из них с удовольствием посещают матчи и болеют за любимые команды. Бразильянки следят за своим здоровьем, фигурой и внешностью. Они занимаются спортом и ходят в салоны красоты. Среди известных уроженок Рио-де-Жанейро – актриса Джованна Антонелли, известная по роли Жадди в сериале «Клон». Немецко-бразильская актриса Софи Шарлотта, которая, хоть и родилась в Германии, долгое время прожила в Рио, где и получила несколько значимых ролей в кино. А также актриса, модель и журналистка Таис Араужо. Буэнос-Айрес, Аргентина. Париж, Латинской Америки. Так называют аргентинскую столицу. Именно в этом городе сосредоточен как европейский колорит, так и шарм прошлых лет. Отсюда и такое название. Секрет красоты аргентинок также в смешении кровей. В свое время здесь поселялись выходцы из Франции, Италии, Испании и стран Восточной Европы. В стране в целом немало блондинок со светлой кожей. Это потому, что среди них встречаются и потомки шведских иммигрантов. Аргентинские девушки всегда улыбчивы, что делает их еще очаровательнее и красивее. Они часто красятся, но делают это с умом. В Аргентине вообще хорошо развито искусство макияжа, поэтому аргентинки умеют подчеркивать свои достоинства с помощью косметики. Буэнос-Айрес, Центр Женственности. Девушки здесь нередко носят платья, юбки и каблуки, что заставляет восхищаться ими не только представителей сильного пола, но и слабого. В Буэнос-Айресе родилась актриса Эмилия Аттес. Звезда сериала «Мятежный дух» Луисанта Лапилато. Актриса Мия Маэстро, сыгравшая роль вампирши Кармен в фильме «Сумерки» сага «Рассвет». Москва, Россия. Наши русские девушки всегда были музами для творческих людей. Сколько стихотворений им посвящали русские поэты. Уроженки нашей столицы нередко становятся известными не только в России. Теннисистка Анна Курникова, модель Анна Селезнева, актриса Светлана Ходченкова. Все эти прекрасные и талантливые девушки родились в Москве, а теперь их знают во всем мире. За границей наших девушек видно сразу. Они ухожены, красиво и стильно одеты, нередко носят каблуки, даже если это неудобно. Они уверены в себе и образованы, благодаря чему готовы поддержать почти любой разговор, в том числе и на иностранном языке. Несмотря на то, что с русскими девушками ассоциируется светлая внешность, светлые волосы, голубые глаза и бледная кожа, в Москве, как и во многих других столицах, сосредоточены девушки с самой разной внешностью. Среди них встречаются и жгучие брюнетки с карими глазами. Тель-Авив, Израиль. Израиль участвует в конкурсе Мисс Мира с момента его основания и нередко становится победителем. В Израиле девушки прекрасны везде, даже среди патрульных. А Тель-Авив обладает наибольшим количеством израильских красавиц. Актриса Ноа Тишби родилась в Тель-Авиве и стала популярной еще в возрасте 16 лет, когда сыграла в мюзикле «Царь Давид». Затем она начала совмещать актерскую карьеру с модельной, а также начала сниматься и в американских фильмах. В ее фильмографии такой сериал, как «Зачарованный» и фильм «Остров». Также в Тель-Авиве родилась Эсти Гинсбург, которая стала лицом Виктория Сикрет. И известная израильская модель Керен Хассон. Кстати, Галь Гадот и еще одна известная всем израильская модель и актриса. Киев. Украина. Украинские девушки давно конкурируют с русскими за звание самых красивых. Что бесполезно, ведь и те, и другие очень красивые. И их славянская красота не может конкурировать ни с какой другой в принципе. Киев не только столица Украины, но и столица красоток. Яркие примеры красивейших украинских девушек, прославившихся на весь мир. Урженка Киева. Мила Йовович и Ольга Куриленко. Монреаль, Канада. Самый крупный город провинции Квебек. Является перекрестком разных культур. В жительницах Монреаля сочетаются как очаровательная внешность, так и великолепное знание французского. Монреаль – место, где культура и красота слились воедино. Здесь французский шарм пересекается с североамериканской уверенностью. Монреаль подарил нам такую красивую актрису, как Рошель Лефевр, известную по роли вампира Виктории в саге Сумерки, а также актрису Эммануэль Шрики, получившую премию «Молодой Голливуд». Родом из Монреаля и канадская модель и актриса Мисси Перегрим, известная по американскому-канадскому телесериалу Ван Хельсинг 2016 года. Сеул, Корея. Уж где-где, а в Корее девушки точно не похожи ни на каких других. Их красота будет отличаться от той, к которой мы привыкли. Кореянки, как и корейцы, тщательно следят за собой, ухаживают за своей кожей и следят за своей фигурой. В Корее крайне сложно встретить девушку с лишним весом, а взрослые женщины нередко выглядят как студентки. Уход за собой с ранних лет дает о себе знать. Стандарты красоты в Корее тоже несколько иные, а внешность для них на первом месте. Корейцы – лидеры по пластическим операциям. Их тут делают даже школьники. Жительницы же Сеула представляют собой яркий пример красоты Восточной Азии со своим менталитетом и мировоззрением. Многие представительницы кей-поп-культуры родились как раз в столице Южной Кореи, а Сеул – столица не только страны, но и популярных корейских герл-групп. Так, например, именно в Сеуле была образована группа Blackpink, состоящая из четырех участниц – Джису Дженни, Розе и Лисы. Девушки занимали самые высокие строчки в рейтинге женских групп, а также стали самыми первыми корейскими артистками, попавшими в топ 25 летних песен от YouTube с синглом As If It's Your Last. Девушки также привлекли внимание во всем мире и успели посотрудничать с такими крупными брендами, как Louis Vuitton и Dior Cosmetics. Копенгаген, Дания. Хюгги. Искусство жить не спеша. Не единственное, что люди из других стран с удовольствием заимствуют у датчан. Искусство элегантно одеваться. То, что охотно берут на заметку у датчанок девушки по всему миру. В гардеробе у девушек из столицы Дании самая разная одежда. Легкая, небрежная, женственная, воздушная и даже мужская. При всем том, что удобство самое важное в одежде для жительниц Копенгагена. Им удается выглядеть ничуть не хуже, чем моделям. Датчане, наряду со шведами и норвежцами, считаются потомками викингов. Что тоже оставило свой след в их поведении, образе жизни и внешности. Нередко датские девушки, светловолосые и высокие. Девушки в Копенгагене спортивны и уделяют достаточно времени спорту. Они могут забыть сделать маникюр или прическу, но никогда не забудут позаниматься фитнесом или пробежкой. В Копенгагене родилась модель и обладательница титула Мисс Вселенная Дания 2016, а также одна из ангелов Виктория Сикрет Жозефин Скривер. Луанда, Ангола. Анголо-африканское государство на юго-западе жаркого континента. Без африканок список самых красивых девушек мира был бы неполным. После окончания гражданской войны в Анголе, ее столица начала привлекать иностранцев своими алмазами и нефтью. Тогда ангольские красавицы и стали открываться миру. Их стали замечать и приглашать работать моделями, дабы украшать обложки журналов и представлять модные коллекции, одежды и купальников. Среди представительств модельного бизнеса родом из Луанды Мария Борхес, возглавившая список 20 самых лучших африканских моделей, по мнению Forbes, а также Шарам Денис, ставшая победительницей конкурса «Лучшая модель года» в Луанде. Бейрут, Ливан. Таинственные и загадочные женщины Ближнего Востока всегда привлекали внимание своей красотой. Но есть мнение, что самые очаровательные из них обитают в Бейруте. У них смуглая кожа, миндалевидные глаза. Матери в Бейруте и Ливане в целом учат девочек красоте еще с детства. У местных девочек в расписании стоят не только школьные уроки, но и такие процедуры, как спа и маникюр. В Ливане также очень популярна пластическая хирургия, в особенности ринопластика, поскольку одна из особенностей внешности ливанских девушек – крупный нос. Они нередко еще до совершеннолетия делают операцию по его уменьшению. Здесь это абсолютно нормально и действительно меняет жизнь девушек к лучшему. С изменившейся внешностью к ним приходит уверенность в себе и самооценка растет. Родители спокойно относятся к желанию своих детей-подростков изменить нос и идут навстречу, так как считают, что чем быстрее будет выполнена такая операция, тем быстрее они смогут жить полноценной жизнью без комплексов. А Бейрут в 2011 году по количеству пластических операций обогнал даже Лос-Анджелес. Одна из красавиц родом из Бейрута, актриса и модель, а также мисс Ливан 1970-х годов и мисс вселенной 1971 Джорджина Риск. Еще одна представительница восточного мира Бейрута, ливанская поп-певица и актриса Николь Саба. Кстати, отец Шакиры ливанский араб, а значит у певицы также ливанские корни. А как вы считаете, в каком городе живут самые красивые девушки и в какой город вы бы отправились, чтобы убедиться в красоте местных лично? Поделитесь своим мнением в комментариях и не забудьте поставить лайк.